...уникальная, потому что примерно у всех опухоли один и тот же механизм, запускается неконтролируемое деление клетки, это тот сигнальный каскад, который справа представлен. Но при этом причины вот этой активации каскада, это может быть мутация в разных генах, и что удивительно, что практически для каждого мутированного гена есть лекарственные препараты, эти лекарственные препараты в общем-то доступны. Ну, что здесь существенно? Значит, посмотрите, здесь представлен полный спектр вообще мутаций, все, что нужно анализировать при раке легкого. Ну и здесь на самом-то деле даже специалисты, как правило, вправе не понимать всех нюансов. Ну, допустим, ИДЖФР-тестирование более или менее у нас делается всем пациентам, так или иначе. Но, к сожалению, к сожалению, целый ряд тестов делается в так называемых локальных региональных лабораториях. Почему, к сожалению? Потому что на самом-то деле ИДЖФР-мутации, 19-я дилеция 858, это не полный спектр мутаций. Есть еще так называемые редкие мутации, которые наборы не определяют. И поэтому я, допустим, абсолютно убежден, что любая диагностика молекулярная, которая есть, это не наборное решение. Это не взяли набор, не поставили в аппарат, это всегда комбинация методов. И в данном случае здесь графически представлено, что у нас, да, ПЦР, конечно, может выявить какие-то наиболее частые мутации. Этот метод называется аллельспецифическая ПЦР, он в основе наборов. Но при этом, чтобы иметь полный спектр мишеней, это необходимо, потому что читать всю последовательность гена. Это все значимые данные, потому что когда мы говорим про то, что называется по-английски rare mutations, uncommon mutations, то есть это так или иначе редкие мутации, их много. И посмотрите, у них абсолютно тот же спектр чувствительности к ингибиторам тирозинки нас, что и при частых мутациях. Транслокации. Ну, пожалуй, вот транслокации наиболее в нашей стране сложная мишень для обнаружения. Потому что, с одной стороны, именно при транслокациях уникальная прибавка продолжительности жизни. Ну, надо понимать, что если человек, у него продиагностировали метастатический рак легкого, если не выявили мутацию, то ожидаемая продолжительность жизни примерно год. Если мутацию выявили, то ИДЖФР примерно три года. Если мутация БИРАВ примерно полтора-два года. То есть обнаружение самих мутаций дает прибавку в жизни, заметную, конечно, но не на порядок. Для транслокации удивительная статистика. Те пациенты, которые начинали лечиться кризотенибом в 2010 году, у них с метастатическим раком половина доживает 7,5 лет. Медиана. Это означает, половина доживает до какого-то возраста. А сейчас просто невозможно посчитать, потому что для современных препаратов даже медиана продолжительности эффекта пока не достигнута. Абсолютно очевидно, что половина этих больных с диагнозом метастатическим раком будет, по-видимому, переживать планку 10 лет. На самом-то деле транслокаций много. Потому что у нас есть транслокация ЛК, это ориентировочно 5%. Вторая по частоте, это транслокация РЕД, 4%. И третья, это транслокация РОС примерно 1,5-2%. То есть в сумме-то количество пациентов с транслокациями, это каждый десятый пациент. В чем у нас проблема? У нас проблема, что опять же из-за каких-то там, ну в общем-то, достаточно стран, не медицинских соображений, назовем это так, доминируют косвенные методы в диагностике. Иммуногистохимия, фиш, это все, во-первых, дорого, а во-вторых, не очень эффективно, потому что косвенные методы для диагностики транслокаций сейчас в заголовок доклада 2023 год применять нельзя, потому что есть прямые методы, которые намного более эффективные. Ну, что еще существенно, значит, на самом-то деле у нас тут есть опыт в этом плане, и я с удовольствием показываю самое большое исследование в мире. В данном случае диагностика транслокаций РЕД. По идее, конечно, в идеале бы надо лечить РЕД мутированные опухоли, их много специфическими РЕД ингибиторами, их два, селперкотениб и пралсетениб. Но в стране их сейчас за санкции нет, один из препаратов появится, но зарегистрирован он будет для рака щитовидной железы. Но компромиссные варианты здесь могут быть, потому что, например, сунетениб, который дженерик, который недорогой, у него хуже эффективность, здесь замена менее допустима, но так или иначе он дает 25% ответов и несколько месяцев времени для прогрессирования, для второй-третьей линии терапии это вполне разумно. Еще очень важный момент, когда мы говорим про диагностику рака легкого. Эту проблему пока в полной мере исчерпывающе решить не удается. Время. Дело в том, что, посмотрите, неумолимые цифры, которые показывают исследования, если у пациента обнаружена мишень и если он сразу получает таргетную терапию, то продолжительность жизни больше. Получается, что все-таки все эти тесты должны укладываться хотя бы в две недели. С учетом логистики, честно говоря, мы как лаборатория укладываемся в 10-12 дней, и логистика не так много времени занимает. Мой опыт сейчас говорит о том, что скорее уже проблемы стали на этапе отправки в учреждение. Пока направление напишут, пока образцы найдут, получается, что все-таки у нас далеко не все пациенты получают таргетную терапию в первую линию. Еще одно, в общем-то, достаточно распространенное заблуждение. Принято считать, что не специалистами принято считать, что НЖС, это панацея от всех бед, это НЖС выявляет все мутации. Нет, не все. Дело в том, что когда мы говорим про НЖС, у этого метода самый главный недостаток это время выполнения анализа, примерно месяц-полтора как минимум. Но самое главное, что НЖС не выявляет все мутации. Ну, например, та модификация НЖС, которая у нас в стране используется, там, где наборы есть, а это, по сути дела, аналог ПЦР, это частые, наиболее частые транслокации, собранные в один тест. Универсальности там никакой нет. Второй момент, даже если мы берем самые ведущие сервисы, ну, несомненно, самый лучший, это Foundation Medicine, международный сервис. Мало кто знает, что вообще-то это ДНК-секвенирование, а не РНК-секвенирование. Я понимаю, что для врачей это все пустые звуки, ДНК, РНК. Но поверьте мне на слово, если мы хотим искать транслокации, нужна та модификация, которую большинство сервисов на сегодняшний день, к сожалению, не используют, потому что это труднее и дороже. Ну, наглядно всегда достаточно сложно убедить, а вот красивая наглядная картинка, на самом-то деле принцип НЖС очень напоминает принцип работы редактора Word, проверка орфографии. И вот, посмотрите, у нас картинка, где большой рыжий кот поедает крысу. Если выпала одна буква, то у нас получилась абракадабра, и редактор Word эту ошибку найдет, и НЖС найдет. А вот если выпала целая фраза, посмотрите, здесь же полностью изменился смысл картинки. А на самом-то деле здесь и проверка орфографии бессильна, и НЖС, те модификации, которые сейчас есть в диагностике, они подобное повреждение вам не обнаружат. Вот это важно понимать, потому что я понимаю, что люди с межных специальностей, как правило, трудно с трудом понимают ограничения тех или иных методов. К сожалению, у нас за счет вот увлечения какими-то, назовем это так, новыми программами, и за счет немножко неадекватного их восприятия, зачастую бывают зловещие недоразумения. Ну вот посмотрите, в данном случае пример пациентки, у нее образец был направлен для НЖС, а по-видимому для того, чтобы этот образец, это же биопсия, именно для того, чтобы его отправить на НЖС, его же нельзя поделить, то тест на мутацию GFR ей сделали из плазмы. В плазме ничего не нашли, для меня это ожидаемо, потому что да, аденокарциномы легкого, это сохранные опухоли, они далеко не всегда выделяют ДНК в плазму, и сказать, что вот тест по плазме это эквивалент, это неправильно, но так или иначе, посмотрите, простейший тест без всякого НЖСа выявил стандартную GFR-мутацию, ну что, из клиники-то можно было ожидать, женщины, не курящие и так далее. А фактически, те дополнительные телодвижения, которые сделали, тест на плазму дорого и неэффективно, НЖС, ну в общем, оказались здесь во вред, а не в пользу, и я опять же показываю эту картинку, потому что совершенно принципиально надо понимать, что очень желательно, чтобы пациенты с самого начала получали правильное лечение. Новые разновидности мутации. Мутация в гене МЕД. Тут необычный портрет пациента, средний возраст пациента 77 лет. Опять же, это достаточно сложное тестирование, здесь обычные методы суррогата никак не подходят. Ну и посмотрите, на самом-то деле, сейчас зарегистрирован капматинип, и, по-видимому, у него будет довольно большая информационная поддержка, и если он появится, то это зарегистрированный ингибитор МЕД, который очень эффективен. Если по каким-то причинам капматинип недоступен, то, на самом-то деле, для криза тенипа выполнены исследования, которые показывают, что он тоже является МЕД-ингибитором. В существенный момент в этом году мы стали систематически исследовать не только мутации в гене МЕД, там еще часто бывают амплификации, это увеличение копийности, как при раке молочной железы. И там, в общем-то, те же самые препараты, в общем-то, демонстрируют, пусть меньшую, но все-таки эффективность. Это все вещи реальные. Ну, всегда очень важно, я когда говорю про сравнивая методы, допустим, у нас же свои технологии, и мы прекрасно понимаем, что обязательно нужно стремиться, чтобы была какая-то внешняя валидация. Ну, вот это достаточно интересная история. Мы искали не курящих женщин до 50 лет. Мы исходили из того, что в этой категории, скорее всего, будет транслокация. И если мы эту транслокацию не нашли, значит, где-то мы ошиблись. Это может быть любая ошибка, техническая, человеческая. 22 образца мы таких собрали. Ну, представьте, рак легкого, женщины моложе 50 лет не курящие. Крайне редко. 22 образца собрали. Отправили в Foundation Medicine. К счастью, для нас ошибок нет. То есть мутации-то мы определили правильно. И то, что их нет, сервис подтвердил. Но абсолютно неожиданный нюанс, который, в общем, без НГС мы бы никогда не сделали. Мы бы в жизни не стали бы тестировать на БРК мутации пациенток с раком легкого. Посмотрите, это же ген рака молочной железы. Это дорого, это малодоступно. А вот Foundation Medicine, где 324 гена, это же универсальный тест, не только рак легкого. Но все в одном. Они у трех человек из 22 нашли мутацию в гене БРК. И тоже пример ошибки. Foundation Report пишет, надо назначить парп-инкибитором. Нет, не надо, потому что здесь нет мишени, здесь нет утраты оставшейся копии гена. И бесполезно лечить таких пациенток парп-инкибитором. Тем более, там был самый обычный ответ на платину. Это препараты, идентичные по механизму действия. А вот родственников обследовать надо. Вот вам как раз пример, когда на самом-то деле, когда мы берем вот эти большие тесты, их быстро не сделать, они дороже, но они привносят совершенно новую информацию, которую мы в жизни бы не могли бы найти при обычном обследовании. Ну, у нас в стране плохо обстоят, одина с диагностикой рака легкого. Как ни парадоксально, это плохо связано с тем, что зачастую очень многие сервисы работают в регионах. А, допустим, я получаю, сейчас идет контроль качества и GFR-мутация, я получаю наивное письмо, пишет, скажите, пожалуйста, посоветуйте, что нам делать. У нас же в лаборатории нет морфолога, поэтому мы же не можем выделить опухолевые клетки. Вот как нам теперь? Ну, поймите, дело в том, что опухоль, она только мы называем опухолью, а на самом деле это всего-то лишь вкрапление опухолевых клеток, которые окружены огромным количеством нормальных тканей. Мутации, они только в опухолевых клетках, а не в нормальных. Что я с ужасом вижу, что так как молекулярная генетика, другие специальности, львиная доля лабораторий работает вообще без привлечения морфологов. То есть они ломтями нарезают, и поэтому у нас в некоторых регионах частота мутации для ИДЖФР не 20%, как должна быть, а 3%, потому что они тестируют нормальные ткани и, конечно, ничего найти не могут. Следующий этап. Слишком много влияют на процесс диагностики фармкомпании. Еще год назад, или два года назад, когда была очень активная поддержка иммунотерапии, часто эти компании ушли из страны, что происходило. Делают ИДЖФР-мутацию, а потом сразу прибегают представители фирмы и просят моментально, чтобы отправили на ПДЛ-тестирование, потому что иммунотерапию надо пристроить. Жуткая ошибка, потому что на самом-то деле ПДЛ-тест, он вообще нелегитимный, если вы не исключили все эти мутации. Это очень важно вообще, что нельзя применять ПДЛ-тестирование и иммунотерапию, пока не исключены все мутации. И вот сейчас у меня письмо в компьютере, скажите, пожалуйста, вот вы протестировали, а ПДЛ-то где анализ? Там мутация вред онкогения. Ну, абсолютно бессмысленно в данном случае рассматривать возможности иммунотерапии, независимо от того, какой статус теста. Для мутации характерна псевдоэкспрессия ПДЛ-1, когда у нас нет никакой иммуногенности опухоли, а именно за счет активации псевдоэкспрессия, когда огромное количество ПДЛ. Ну, у нас очень большое достижение, уже три года как референс-центр мы работаем. Если к нам поступает образец рака легкого, мы даже не спрашиваем, что делать. Мы делаем полный спектр мутаций. Это все бесплатно для пациентов, потому что ОМС покрывает три теста. Это и GFR, и ЛК, и БИРАФ. Все остальное мы делаем в рамках единого теста, что называется, в подарок. Ну, и важно, что у нас это все хорошо организовано. Все-таки курьерская доставка наша, и возврат материала. Все это сделано правильно, и в этом плане мы, в общем-то, работаем на самой высокой планке мирового уровня. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ